Жорик! Жорка! Ма, ну что еще? Контейнер с обедом забыл! Ну вот, сейчас! Георгию Кузнецову было уже за 30, но он все еще оставался холостяком. Мать Георгия Вероника Павловна звала сына Жорик и относилась к нему, как к подростку. Жорик не тяготился этим и был всем доволен. Но в последнее время его стали преследовать неудачи. Вероника Павловна узнала от знакомых о бабушке и отправила сына к нам. Здравствуйте, бабушка. Здравствуй, Георгий. Садись. Да рассказывай, с чем пришел. Да это... это не я, это... мать меня послала. Я, если честно признаться, в это во все не очень-то и верю. Ну, чтобы ей спокойнее было, вот я пришел. У меня в жизни какая-то черная полоса началась. То одно, то другое. А на днях машина сбила. Нет, отделался легким успугом. А что, если в следующий раз мне так не повезет? На работе заказов практически нет. Я технику ремонтирую. У меня и свои клиенты были. Раньше не успевал даже всех обслужить, а теперь два заказа в неделю и то хорошо. А еще... С женщинами у меня как-то не клеится. Любые отношения не дольше недели. Мать считает, что меня сглазил кто-то. Дай мне руку. Да не бойся, любую давай. Нет, сглаза я на тебе не вижу. Ну, я так и знал, что у меня все хорошо. Чтобы у тебя все хорошо было, тебе нужно перестать с полпути возвращаться. Как это? А вот так. Ты часто с полдороги возвращаешься. А это плохая примета. В жизни у тебя ничего до конца получаться не будет. Так и проживешь серединка наполовинку. Да, бывает из дома выхожу, позабуду чего-нибудь. Возвращаюсь. Если хочешь жизнь наладить, всегда до конца иди. Спасибо, бабушка. Спасибо, теперь буду знать. И еще. Всю следующую неделю тебе лифтом лучше не пользоваться. Иначе ждут тебя неприятности. Жорик любил свою работу. С клиентами он был приветлив. И они часто рекомендовали его знакомым. Но, несмотря на это, за целую неделю это был первый вызов. У меня любая техника оживает. А ваш холодильник проработает еще долгие-долгие годы. Будьте уверены. Как я вам благодарна. Вот спасибо. А то новый холодильник, это же так дорого. В наше время все дорого. Вы, главное, его раз в месяц размораживать не забывайте. Ну и морозилку сильно не перегружайте. Я поняла. Сколько я вам должна? Тысячу. Вот, пожалуйста. Спасибо. Так что ждите заказов по моим рекомендациям. Друзей у меня много, а у всех рано или поздно что-нибудь доломается. Ну это уж точно. А я ведь не только холодильник, я вообще любую технику починить могу. Ой, простите, это по работе. Алло? Жорик, ты еще не освободился? У нас заказ срочный на стиральную машину. Как раз выхожу от заказчика. А ты успеешь? Или другому мастеру отдать? Нет, нет, успею. Говорите адрес. Кантемировская, 47, пятый этаж. Квартира 22. Ага, Кантемировская, 47. Это рядом. Я через полчаса буду. Ну вот, вы мне удачу приносите. Еще не успел у вас закончить, а уже новый заказ пришел. Ну, удачи вам. Жорик помнил совет бабушки и не пользовался лифтами. Ему даже нравилось ходить пешком. Молодой человек, вы если вниз хотите, пешком не пройдете, на лифте езжайте. Так мне же всего три этажа осталось. Ну, вы извините, мы диван новый купили, его как раз сейчас поднимают. Пролеты у нас узкие, не разойдете. Времени нет. На лифте поеду. Вы извините. Давай, давай, давай. Этажом ниже по лестнице поднимали габаритную мебель. Жорику было не пройти. Ему все-таки пришлось воспользоваться лифтом, чтобы спуститься вниз. Жорик не хотел игнорировать совет бабы Нины, но других вариантов не нашел. Когда двери лифта закрылись, произошел скачок напряжения. Лифт застрял между этажами, а Жорик оказался заблокирован внутри. Алло, алло, диспетчер, алло. Диспетчер, слушаю. Алло, девушка, я в лифте застрял. По какому адресу? Адмиралтельская, 16. Да что же за день сегодня такой? Уже пятый лифт на моем районе из строя выходит. Вам придется подождать. Да какое ждать, девушка? У меня работа, меня люди ждут. Уже два часа Жорик сидел в лифте. Он даже не мог связаться с диспетчером и предупредить, что не сможет поехать на вызов, так как в лифте не было сигнала. Жорик не знал, что ему делать. Вам нужна помощь? Да, 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 Люся. Люся, это Жорик Георгий. Я сегодня у вас холодильник чинил, а потом вышел и здесь уже два часа как в лифте застрял. Я поняла. Какой ужас. А вы звонили диспетчерам? Да звонила я диспетчерам. У них вся мастера заняты. Неизвестно, когда освободятся. Вот беда. Послушайте, у вас мобильный телефон с собой есть? Да, конечно. Позвоните, пожалуйста, мне на работу. Скажите, чтобы заказ отменили, а то здесь связь не ловят. Диктуйте номер. Два, три, два, пять, восемь, пять, восемь. Хорошо, я сейчас позвоню. Вы тут держитесь, и мастера скоро приедут. Хорошо, спасибо большое вам. Спасибо. Ты в курсе? Жорик просидел в лифте до самого вечера. Люся поддерживала его как могла. Домой он попал уже совсем поздно. Звонили из твоей конторы. Тебя уволили. Как уволили? Ты взял какой-то срочный заказ. И не явился туда. И не отзвонился, что не придешь. Мама, ну ты же знаешь, что это все не по моей вине. Я же в лифте застрял, там связи не было. Потом я попросил девушку, которая перед этим была на заказе. Она должна была позвонить. Ну, значит, не позвонила. Завтра ты должен отнести весь инструмент. Я отвертку на заказе забыл. На следующий день Жорик снова поехал к Люси с забытой отверткой. Он даже был рад, что у него появился повод снова встретиться с девушкой. Вы же из-за нашего дурацкого лифта без работы остались. Да при чем тут вы? Это могло случиться на любом заказе. Я звонила вам на работу. Там просто трубку никто не брал. Вы мне верите? Ну, конечно же, я вам верю. Так что, вы зайдете? У меня есть предложение получше. У меня нет работы. Зато у меня теперь огромное количество свободного времени. Я бы хотел пригласить вас в кафе. Если честно, я сто лет нигде не была. С удовольствием соглашусь. Ну что, прямо сейчас пойдем? Вы меня подождите пять минуточек, а я сейчас быстренько переоденусь. Хорошо? Хорошо. Прошло две недели. Жорик встречался с Люсей почти каждый день. Он был влюблен, и девушка отвечала ему взаимностью. Знаешь, а ведь если бы ты меня тогда не поддерживала, мы бы с тобой так и не подружились. А ты мне сразу понравился. Знаешь, у меня серьезное намерение. Я хочу тебя с мамой познакомить. Она считает, что мне вечно не везет с женщинами, а увидит тебя и поймет, как ошибалась. А может, рано еще с мамой знакомиться? Мы же сами с тобой и два знакомы. Нам нужно друг друга лучше узнать. Ну ты же свободна. Почти. Что значит почти? Извини, мне бы сейчас не хотелось об этом говорить. Все очень сложно, но я обещаю, что очень скоро все тебе расскажу. А что у тебя с работой? Уже подыскал что-нибудь? Ну, завтра, послезавтра буду по собеседованиям ходить. Надеюсь, устроится. Обязательно устроишься. Я в тебя верю. Спасибо. А после собеседований хочу в кино с тобой сходить. Если ты, конечно, не против. Конечно же я не против. Прошла неделя. Жорик нашел работу. Он был очень рад. И хотя они договорились встретиться с Люсей только завтра, Жорик поспешил к любимой, чтобы обрадовать ее. Телефон у Люси был недоступен, поэтому Жорик решил прийти без предупреждения. Уже у подъезда он вдруг подумал, что было бы хорошо подарить Люсе цветы. Жорик отправился в магазин. Кузнецов, ты что ли? Ты что ко мне приперся? Соскучился? Ты что, здесь живешь что ли? Вообще да, мы с женой тут давно живем. А, или ты не ко мне, ты к ней пришел. Может, ты за моей женой приударить решил? Люс, иди сюда. Люска! Этого знаешь? Смотри. Пришел жених с цветами. Отвечай, только честно говори, я же все равно узнаю. Сережа, этот парень к нам приходил чинить холодильник, а потом начал меня доставать. Ходит за мной с цветами, на свидание приглашает. Но я с ним никуда не ходила, и у нас с ним ничего не было. Точно не было? Или врешь? Клянусь тебе, что у нас с ним ничего не было. Да и стала бы я тебе с таким изменять. Ты же прекрасно знаешь, что я только тебя люблю. Да что ты такое говоришь? Мы же... Что мы? Хватит за мной ходить. Не видишь, у меня муж есть. Все, я все понял. Люска, ты домой иди. Я с ним сам разберусь. Сереж, да пусть он идет. Ты его только не трогай. Домой иди. 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 Жор. Так вроде тебя мам называла в школе. Я тебе еще в школе терпеть не мог. Мало я тебе пейн долей надавал. Ты теперь опять в моей жизни возник, да? Ну, во-первых, для тебя не Жора, а Георгий. А во-вторых, твоя жена меня любит. Она сама мне об этом говорила. Мало что баба дура сказала. Я с твоей женой сам разберусь. Ты давай. Проваливай. Поконоги целы. Да пошел ты. А я пойду. Я пойду. Че, сейчас так пойду? Мне ваша помощь нужна, бабушка. Одному мне не разобраться. Я девушку встретил. Такие чувства со мной это впервые. Я даже жениться собирался. А потом все как-то странно стало. Она же мне сама говорила, что любит меня. Я же ее не заставлял. А тут прихожу к ней. Она оказывается замужем. А муж ее... Надо так умудриться. Муж ее, это мой одноклассник. Мы с ним со школы еще враги. А главное, Люся ведет себя так, словно мы с ней не знакомы вовсе. Говорит, что я ее преследую. А может... А может, это муж ее обижает? Этот может. Он и в школе еще хулиганом был. И со мной он руки свои распустил. Переживай я за Люсю. Фотографии этой девушки у тебя есть? Да, 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 есть. Я в интернете прочитал. Вот, из телефона распечатал. Не твоя это судьба. Не будешь ты вместе с ней. Так как же не судьба? Я же люблю ее. И она говорила мне, что я ей нравлюсь. Я тебе говорила, пешком везде ходить, лифтом не пользоваться. А ты, я вижу, меня не послушал, по-своему сделал. Да, я слушал. Просто так получилось. Один раз я не смог по лестнице спуститься. Там шкаф поднимали. А пролет узкий, мне никак было не просочиться. Вот и пришлось на лифте ехать. Я же не знал, что это так важно. В том, что у тебя все так происходит, ты сам виноват. Все время с дороги сворачиваешь, возвращаешься. Хорошо, я не буду больше возвращаться. Ну, с Люсей как быть? Как сделать, чтобы она моей стала? Если ты решишь дорогу свою до конца пройти, то счастлив будешь. Но не так, как ты себе представляешь, а по-другому. А про Люсю тебе забыть нужно. Не твоя эта женщина. Да что вы все заладили, не твоя, да не твоя. Я же люблю ее. А если она этого своего мужа боится, то я ее от него спасу. Прошло несколько дней. Жорик страдал без Люси. Пытался дозвониться ей, чтобы поговорить. Но Люся не отвечала на его звонки. А снова идти к ней Жорик не решался. Тебе чего здесь? Разговор есть? Раня Павловна, ну как же вы меня не знали, а? Это же Серега Звягинцев. Мы с вашим Жоркой-то вместе учились в одном классе. Ну, не знаю, трудно во взрослом мужчине узнать ребенка. И потом вы в школе не дружили. Дрались даже. Вы не могли бы нас оставить? У меня к нему разговор серьезный. Жорик. Мам, не переживай. Все в порядке, оставь нас. Ну, чего тебе? Я смотрю, ты к Люске к моей прикипел. А тебе-то что с этого? Ну, как что? У меня к тебе деловое предложение. Я готов от нее отказаться, но тебе нужно будет за это заплатить. Тысяча двести, думаю, мне хватит. Да ты с ума сошел! Люся тебе не веет, чтобы ей торговаться. Да если она захочет, она сама подаст на развод и уйдет от тебя. Пускай подает. Только я в таком случае отсужу у нее сына. Как ты думаешь, будет она счастлива с тобой в таком случае, м? А у нее есть сын. А ты не в курсе? Да, у нас есть сын. Ему пять лет. Да ни один суд не пойдет против матери. Только не в нашем случае. У Люси нет ни квартиры, ни работы. Еще и по мужикам бегает. А у меня есть связи. Не, ну если ты готов заплатить, то я готов отпустить Люсю с сыном. В общем, я тебе сказал, а ты думай. У тебя три дня. Жорик, Жорик, я все слышала. Зачем ты позволяешь ему собой манипулировать? И вообще, какие деньги? И вообще, зачем тебе нужна эта девка? Да еще с ребенком. Мама, ты ничего не понимаешь. Я люблю ее. Этот подлец манипулирует ей с помощью сына. И держит возле себя. Мама, у нас же есть эти деньги. Есть. Но ты же знаешь, что я коплю их на дачу. Дачу мы купим. Мама, Люси сейчас моя помощь нужнее. Дай мне эти деньги. Или я возьму кредит. Прошло два дня. Жорик с деньгами приехал к Сергею. Он любил Люсю и был готов идти до конца. Люси. Она поехала к матери за сыном. У нее часто подолгу гостит. Но она просила передать, что будет ждать тебя в парке в пять часов вечера послезавтра. А вдруг ты меня обманешь? Зачем мне это? Я готов отпустить Люсю. Мне она больше не нужна. Мы разведемся. Ты очень низкий и поддый человек. Я надеюсь, мы никогда больше не увидимся. Знаешь, я тоже не в восторге от нашей встречи. Так что давай, проваливай. Через два дня Жорик ждал Люсю в парке. Люся! Люся, 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 Люся! Как же я по тебе соскучился? Как же я тебя люблю? Не надо. Да, Люся. Люся, нам же теперь больше никто не помешает. Мы теперь сможем быть вместе. Жорик, ты хороший и милый парень. Но я люблю своего мужа и останусь с ним. Как? Ты не знаешь, мы же с Сергеем все решили. Он даст тебе развод и отпустит тебя без проблем. Никакого развода не будет. Мы с мужем любим друг друга и не собираемся расставаться. А то, что мы с тобой пару раз в кафе да в кино сходили, это ничего не значит. Но я же твоему мужу за тебя заплатил. Как заплатил? А ты что, думаешь, любовь продается? Он сам пришел, предложил. Я больше не хочу тебя слушать. Ты все специально выдумываешь, но у тебя ничего не выйдет. Нам больше не стоит встречаться и лучше больше за мной не ходи. А то я на тебя в полицию заявлю за преследование. Люся! Да что ты за дурак-то такой? Я люблю тебя. Я все сделаю ради тебя. Да что, думаешь, деньги отдала, я сразу твоя стала? А вот и не угадал. Это ловушка, Жорик. Ах, о чем ты говоришь? Какая ловушка? А мы просто с мужем иногда так подрабатываем. Идиотов вроде тебя много, вот они и ведутся на меня. А Сережа им якобы потом меня продает. И они думают, что почти увели меня из семьи, но почти не считается. Вот и ты так попался. Да что ты такое говоришь? Да мне просто жалко тебя стало. Вот и решила правду сказать. А ты впредь будь умнее. Так что отстань от меня. И если ты решишь на нас заявить, то тебе только хуже будет. Почему? Почему вы не предупредили меня, что Люся и муж ее мошенники? Она никогда не любила меня. Она использовала только, чтобы заработать на мне. Деньги не жалей. Их не вернуть. Я тебе говорила, что женщину эту забыть нужно. Ты не послушал. Но дорогу ты до конца прошел. Счастье тебя в конце дороги ждет. Да я уже запутался в этих ваших дорогах. Куда идти, куда не идти. Главное теперь никуда не сворачивать. И счастье свое встретишь. Очень скоро встретишь. А теперь ступай. Прошло три недели. Жорик! Жорик, вернись. Ты ключи дома забыл. Да ничего, мам. Я все равно позже из себя сегодня вернусь. Ну, а если я задержусь? Может, поднимешься? Да ничего, я пойду. Ну все, пока. Молодой человек, извините. Да? Чем я могу в этом полезен? А вы здесь живете? Да. Я уже битый час по этим дворам хожу. Никак не могу найти дом номер 8 по Чкаловской улице. Так это же здесь, рядом. У нас просто дома местами перепутаны. Если хотите, могу вас проводить. Если вам нетрудно. Да нетрудно, конечно. Меня, кстати, Жорик зовут. Катя. Очень приятно, Катя. Ну что? Жорик и Катя стали встречаться. Через месяц Жорик познакомил девушку с матерью. Кате очень понравилась Веронике Павловне. Она мечтает, что Жорик и Катя поженятся. Жорик устроился на новую работу и хорошо зарабатывает. Он поставил себе цель – купить матери дачу. Бабушка говорит, что возвращаться с дороги – плохая примета. Так можно в серьезные неприятности попасть. Продолжение следует...